Всем привет дорогие друзья, с вами сегодня как обычно я Минори. Заранее извиняюсь за то, что видео без моей озвучки. Просто я немного приболела. Итак, сегодня я бы хотела снять полезный видос на своем канале. Очень часто под своими видеороликами я вижу много комментариев с вопросами. Как ты сделала так? Что сделать, чтобы было так и так далее? Ну и сегодня я все-таки решилась ответить на эти вопросы так, что надеюсь этот видеоролик будет полезным и больше не будут комментариев с вопросами. Ну что ж, поехали. Первый вопрос, но он очень часто задаваемый. Как писать без решеток? При регистрации аккаунта Роблокс вам нужно было поставить год рождения от 2007 года до 1945 года и так далее. Но ни в коем случае не нужно было ставить от 2021 года до 2009 года. Ведь Роблокс вас примит за ребенка, и ваши все сообщения, которые вы бы писали, будут запикиваться. То есть будут как решетки. Но если вам не так уж дорог ваш аккаунт, то вы можете создать второй аккаунт в Роблокс и поставить год рождения от 2007 года до скольки хотите, даже можно поставить 1945, ну вы поняли меня. Погнали к следующему вопросу. Следующий вопрос, как сделать тело такое же, как у тебя, либо как изменить части тела. Ребята, все довольно таки легко. Для начала вам нужно будет нажать на эти три точки в правом нижнем углу, дальше нажать на надпись каталог, потом нажать на стрелочку сверху и нажать на надпись настроить, кастумайз. По-русскому переводится, как настроить. И дальше нам нужно будет нажать на боди. И дальше нам нужно будет вот здесь выбирать ноги, руки, талию, и все такое. Но ребята, перед этим, наверное, у вас здесь не будет много разных ног, рук и так далее. Из-за этого, вам нужно будет костумайз поменять обратно на шоп, нажать здесь на эту надпись, нажать на кнопку прайс, и этот ползунок довести до нуля. То есть, чтобы была надпись фри и купить здесь любого персонажа, после этого его руки, тело, ноги, будут у вас в боди. Например, в Райт Лекс у вас будет правая нога любого персонажа, которого вы купили. Но надеюсь, вы меня поняли. Ну а мы погнали дальше. Итак, четвертый вопрос, здесь меня спрашивает уже подписчица, что делать, если красиво оделась, но при этом твой рост маленький. Вышла с Брукхейвен на следующий день, заходишь и не можешь поменять свой рост обратно на высокий рост, но опять вернуть начального персонажа неохота. Ведь я долго делала этот образ. Слушай, это также довольно-таки просто, сейчас я покажу тебе, как это сделать. Вот, например, сейчас у меня маленький рост в Брукхейвен, но здесь есть цифра. Я нажму на минус, и я стану выше, но чтобы нормализовать свой рост, я нажму обратно на плюс, и таким образом я верну свой начальный рост. Как видишь, это было очень просто. Ну а мы погнали к следующему вопросу. Следующий вопрос, опять же, от подписчика. Минори, помоги, пожалуйста. Я иногда бываю в чужих домах, и меня там банят, и заново зайти к ним не могу, что делать. Это тоже довольно-таки легко, сейчас я тебе покажу. Для начала тебе нужно будет добавить людей из этого сервера, но если ты зашел в чужой дом, и тебя забанил чужой человек. А если это твой друг, который у тебя в друзьях, то у тебя это получится с легкостью. Например, сейчас я зашла к какой-то незнакомой девочке, и допустим, она меня забанила. Что же делать? Как я говорила ранее, кто-нибудь из этого сервера у тебя должен быть в друзьях. Есть два способа этого, первых, не выходя с сервера, во-вторых, выходя с него. Начнем с первого способа. Я возьму какого-нибудь человека, чтобы он мне помог зайти туда. Он возьмет коляску, и я сяду на край коляски. И затем он меня будет толкать в дверь, после этого я проникну в этот дом. И сделаю какие-нибудь коварные делишки. А теперь второй способ. Я просто возьму, выйду с сервера, при этом кто-то из моих друзей, будет на этом сервере. И я обратно зайду на этот сервер. И вуаля, я могу обратно зайти в дом, и ограбить его. Или опять же сделать какие-нибудь другие коварные делишки. Как видите, все легко. Ну а мы перейдем к следующему способу. Ну и последний вопрос на сегодня, как найти русскоязычный сервер в Брукхевен или в каких-нибудь других играх. Ребята, это тоже довольно-таки просто. Вам нужно будет просто скачать соло VPN с плей маркета. И потом зайти в него поставить страну России и активировать VPN, но может быть такое, что здесь у вас не будет страны Россия, что же делать. Нужно будет просто потыкать на эту кнопку. Она будет искать разные страны, в итоге может найти Россию. Или если даже этот способ не работает, то вам тогда нужно будет удалить соло VPN и скачать его обратно. И после этого активировать страну, зайти в Роблокс, зайти в любую игру, какую хотите, и вы автоматически попадете на русскоязычный сервер. Ну а на этом я хочу закончить этот видос. Пишите еще какие-нибудь вопросы по теме Роблокс. Ну или что-то связанное с Роблокс. И я сниму вторую часть этого видео, но, а всем спасибо за просмотр, с вами была Минори. Всем пока. Подписывайся на канал, ведь когда будет 17 тысячи подписчиков, я сделаю вопрос-ответ, где буду отвечать на очень много вопросов, касаемые меня и моей жизни о Роблоксе, так что давай подписывайся и ставь лайк, а теперь точно пока.